Дорога на почту известна каждому. Заказные письма, посылки от родных, интернет-покупки. За год каждый из нас побывает в почтовом отделении минимум 2-3 раза. Мария Кузьмина бывает на почте еще чаще, несколько раз в месяц. Дорога туда и обратно, иногда очередь. Отнимают время, но еще больше его уходило на заполнение бланков извещений. Электронная подпись сделала процесс поиска и выдачи отправления гораздо быстрее и проще. Заказываю посылки вообще по всей России, не только и за рубежом. И сейчас простая электронная подпись – это просто какая-то находка. Получаю вообще отправление за, наверное, считанные секунды. Очень удобно, никаких извещений и всему подобному. Прихожу, просто номер говорю, оператору дает посылку. В Мордовии более 80% посылок и заказных писем вручается с использованием электронной подписи. Как показывает практика, данной технологии все возрасты покорны. Первоначально, когда внедрялось это в районах республики, был большой такой порог, который пенсионеры не могли преодолеть. На сегодняшний день у нас самый большой процент выдачи – это именно в сельских населенных пунктах, в почтамтах сельских. То есть это темников, там порядка 90 с лишним процентов, дубенский почтамт. То есть возраст клиентов там достаточно преклонный, тем не менее, эта услуга востребована. В Саранске, естественно, это в основном молодежь, поскольку они основные получатели тех же мелких пакетов. На оформление электронной подписи уйдет всего пара минут. Сделать это можно самостоятельно, заполнив анкету на сайте ведомства или непосредственно в отделении связи. Электронная подпись позволит получить посылку в пять раз быстрее обычного. Не нужно ни извещений, ни паспорта, только мобильный телефон. Это актуально лишь для посылок и писем, не требующих оплаты. Но ведь их большинство. Только с начала 2019 года в республике таким простым способом уже получили 450 тысяч отправлений. Валерия Никитина, Александр Курьянов. Народные новости.